Ну что, я вижу, что следующий участник нашего аншлаговского новогоднего марафона уже на старте, а потому мне остаётся только его объявить. В игру вступает популярный артист театра кино и эстрады Олег Акулевич. Жуля! Ох ты, Ёскин кот! Ох ты, вновь мне катерычку! Вот, а старость, не радость, понимаете? Прекрасное время, когда не знаешь, чем отличается мигрень от геморроя, и думаешь, что птичная болезнь, это когда хочется летать. Ох, дай я присяду, дай я присяду, Ох, дай я присяду, Жульен, Жульен, слышишь, что я хотел сказать-то? Что я хотел? Память нет совсем, забыл всё, к чёртовой матери, понимаете, старость, не радость, что я хотел? Вот память, совсем нет где. Вот что-то помню, вот помню вчера, помню вчера, смотри, Жульен, помню вчера получил аванс. Хотел пивка хлебнуть. Дальше как отрезал. С кем, сколько, ничего не помню. Вот что, всё это, подождите, журнальчики, журнальчики, какие-то, про-сюр-тур-мор, какой-то иностранный, что ли? Нет, на нашем, на нашем написано, даже нет. Деньги жило. Это точно, это точно, внос мне кочеринскую, деньги жило. Зайдёшь на рынок, и жила не хватает. За кулисами женской кровати. О, видал, ёк-макарёк, внос мне кочеринскую. А, красоты, ничего не вижу. Жульен, без очков ничего не вижу. Интересно, что там у вас за кулисами-то? Ох, и виндал-миндал. Жульен, смотри. Ох ты, ёстенько. Футинуты-носки-гануты. Так, ну-ка. Зоанна и Бригитта дуры. А, подруги. Видно, что я ничего не вижу, да? Смотри, какие, видал? Видно, немки, немки. Бригитта, Бригитта фотомобели. Фотомобель? А, фотомодель. Фотомодель, да. Страшненькая какая-то, страстная. Модели, они все какие-то страшненькие модели. Ну, вот, ага, вот, Зоанна, секретарь гамбургской фирмы. Вот это не все. Это попастенькая какая-то, да? Да, попастенькая. Смотри, Жулья, смотри. Что-то облизывается. Облизывается он. У тебя жучка есть. Окей, беги. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Сегодня подруги подрались. Ага, подсапались, дурь. А, собрались. В нос на катеринку, без очков ничего не везу. Собрались обсудить новости, поболтать об мужчинах. Правильно, о ком же еще там. Сделать пилинг. Кого сделать, не понял? Пилинг. Что-то знакомое. Где-то я про это слышал, а? Где-то я слышал. Может, в зеке? В зеке, может, нет? А ну-ка, подожди, картинчики, ну-ка, мне. А, Пилинг, подожди-ка, чего-чего-чего-чего. Это когда племянница-то моя себе в пуп ставила замок от гаража. Нет, это, это пупинг. Это пупинг, подожди. Она когда себе замок-то защёлкнула и опупела. Когда обнаружила, что Клюся посеивала. А в нос мне кочеричку... Ну, вот и так, дальше, дальше, дальше. Тихо. Утро бредит и начинается со стакана водки с лимон. Ё-ка, махарёк, в нос мне кочеричку. Прямо как у меня, Жульет. Только без лимона. Смотрите, я молодая, уже с водки начинаю. Вот я, например, я водку первый раз в жизни попробовал только в седьмом классе. И то только, когда самогонный аппарат сломался. Так, подожди, так, где-то. Так, стакан воды с лимоном. А, воды, ё-ка, махарёк, воды с лимоном, ну, конечно, ну. А то, понимаешь, я думаю, немкий стакан водки натощак разорвёт. Так, слушай, как гранаты. А вот нашу, междунашу, нашу, только приятно раздодорит, правильно? Ну, так, ну, что это, чувак, так? Раздественские гадания. Это хорошо, это интересно. Вот я помню, у нас гадали, в деревне-то у нас гадали. Вот девки-то не замужние. Ну, на раздество-то. Вот соберутся в какой-нибудь избушке на курьих ножках. Соберутся, сядут в кружок. Смотрите, Жуля, в кружок сядут, в центр кладут золотое колечко. Свет выключают. И через некоторое время включают. И начинают то колечко искать. И у кого то колечко найдут, та, значит, его и украла. Так, вот, и все-все-все, и дальше будем. Гадания на льду. Интересно, интересно в ночь мне хотели. Гадания на льду. В морозную. В морозную, рождественскую ночь девушка, собирающаяся гадать на льду, должна полить водой дорогу перед своими воротами. Ага. И встать с ведром в сторонке. Дождавшись первого проходжего, она узнает о себе много интересного. Конечно узнает, когда этот проходжий навернется. Он тебе столько расскажет, Жульев. У тебя ухи завянут. Ага. А нет, конечно. Пойдем к вам, по-моему, сейчас посмотрим. Ага. Если девушка желает узнать имя будущего супруга, ей следует в рождественскую ночь достать из пиздака, висящего на спинке стула, паспорт и быстро прочитать первую страницу. Понятно. Нос мне кастерый. Друзья, смотри. Как изгнать ведьму? О, как подожди, что я сказал? О, интересно. Нужно выпить отвар храбрости. Это я все время делаю, да? Вызвать ведьму на кухню и сказать пошла вон вместе со своей дочерью. О-ка. И там заклинание действует только тогда, когда квартира записана на вас. А-ка, ёк-то, макарёк. В нос мне кастеринску прохали. Правильно. Опа, всё, всё. Опа, нечего. Как превратить жену в крокодила? Подожди, всё, всё, всё. Жульен, слушай. Мне расскажешь потом. Ночью, когда жена спит, возьмите ее парик и закопайте под крыльцом. Рядом закопайте ее бигуди, накладные ресницы, вставные зубы и косметичку. Заклинание сработает утром. Это... Это такое горгодило? Так, Старый Новый Год. Вспомнил. Ёс-ки-то. В нос мне кастеринску. Что-то, что я знаю? Старый Новый Год, а? Это задело отметить надо. Правильно. Олег Акульевич, браво, кричал. С праздником!